Ничего себе, я ведь здесь хозяин, почему там какие-то люди на Северном Кавказе, почему у них там какие-то свои правила, почему я должен приехать к ним и не ходить в шортах, понимаете, у него задетое чувство гордости, что нет, извините меня, я буду там решать, как вы будете ходить. Есть такой канал, продолжение следует, и там вышло видео на днях про Северный Кавказ, как обычно, главная проблема, которая объединяет в России и праворадикальные националистические группы, и леволиберальную оппозицию, и саму власть кремлевскую, и всех, в общем, это вопрос Северного Кавказа, нашего спасения, нашего хорошего будущего, то есть забота о нас, это то, что объединяет все эти группы в России. И, значит, на этом канале, а этот канал является, как вы поняли, оппозиционным, право-лево-либеральным, максимально такой либеральный, в общем, канал, нелюбящий Кремль, Путина против войны, в общем, такие ребята. И вот, значит, они, что они говорят про, что говорит конкретно вот этот вот ведущий про Северный Кавказ, послушайте. Это удивительно, правда? По всей России, значит, женщины имеют полное право носить брюки и майки, и буквально в 100 километрах от Грозного, в том же Владикавказе, они тоже имеют такое право. Но вот в Чечне носить такое не рекомендуется, так и хочется спросить, а Чечня это точно все еще Россия? И ответ здесь, я думаю, подходит такой. Нет, это Россия уже стала частью Чечни. Но знаете, о чем я думаю, когда читаю пост об очередной девушке, бежавшей из Чечни с русским возлюбленным? Или когда вижу кавказских ребят, тусующихся в европейских барах, так же, как и их сверстники из других стран? Я думаю, что скрепы и все эти традиционные ценности, это на самом деле удел стариков. Признак дряхления и попытка заставить весь мир стареть вместе с тобой. Это, если хотите, зависть по отношению к молодости и к свободе выбирать и получать удовольствие от своего выбора. Когда старики не хотят, чтобы молодые выбирали, как им проживать эту жизнь, тогда они и придумывают все эти скрепы, а на самом деле просто завидуют молодости. Но молодым, вопреки обычаям и государственной повестке, хочется ходить на рэп-концерты и подпевать песням про то, что он пьяный по твоей вине. Хочется свободно выбирать одежду и сексуальных партнеров и не бояться осуждения соседей. Я уверен, что человеческая природа, помноженная к тому же на технологии, рано или поздно окажется сильнее этих выдуманных традиционных ценностей. И еще я думаю, скорее и ярче всего эти процессы проявят себя именно на Северном Кавказе. Ведь там, где все запрещено, страсти только копятся, но никуда не исчезают. Так вот, смотрите, если... Почему я сказал, что я, в принципе, не против того, чтобы были рекомендательные какие-то конспекты, чтобы людям объясняли? Вот видите, допустим, если в России можно для приезжих из Средней Азии, допустим, объяснять им, как, что принято в России и что не принято, то точно так же и на Северном Кавказе у нас есть полное право рекомендовать людям, как выглядеть, как лучше не одеваться, если вы приехали, как лучше себя не вести, а как лучше нам будет вести. То есть какие-то рекомендации. В этом нет никаких проблем. Вот этот вот деятель, который очень сильно озабочен вопросами Северного Кавказа, в целом я, конечно, очень рад, что они о нас беспокоятся, что они хотят нас... Больше для нас свобод, что их в целом заботит вопрос там, как у нас себя чувствует молодежь, какая взаимосвязь там между стариками и молодыми, может ли у нас, можем ли мы свободно выбирать для себя партнера, вот как он указал, да, что он уверен в том, что на Северном Кавказе люди смогут, придут к тому, чтобы сами себе они могли выбирать партнера. У нас ведь до сих пор этого не было, мы до сих пор сами не выбирали. Для нас кто-то, видимо, это все это время выбирал. Вот радует, что есть вот такие люди, которые, с помощью которых мы в конце концов придем к этому светлому будущему, наконец, можем сами выбирать, как нам одеваться. Мы этого тоже делать не можем до сих пор. Кто-то, видимо, те самые старики, видимо, для нас, покупают одежду, идут на Бергатт, рынок, покупают нам шмотки, а мы вынуждены их носить. Кстати говоря, вот этот иджак мне купила мама. Видите, вынужден носить. Они же нам выбирают, на ком нам жениться, за кого выходить замуж. В общем, настолько сложно мы живем все это время. Нам так сильно нужно спасение. И вот так я рад тому, что есть вот эти либералы, которые, если они придут в власти, то они обязательно спасут наше общество. Сначала наше, на Северном Кавказе. А потом и перейдут в наступление на Ближний Восток, в арабском мире, в Иране. Всех спасут. Женщины смогут, наконец-таки, раздеться. Парни смогут, наконец-таки, надеть то, что они хотят. Джинсы, футболки. До сих пор мы ведь не можем этого делать. Будут ходить на рэп-концерты, подпевать. И будет нам всем счастье. Но если говорить об этом серьезно, то смотрите, вот этот момент для тех людей, которые говорят, зачем это свобода? Зачем вам свобода? Вот она для чего нужна, ребята. Понимаете, что когда идет первое вот это время завоевания, покорения, то тебе, лишь бы ты не сопротивлялся, чтобы подавить это сопротивление, тебе предлагают всевозможные ништяки. И вот под этими ништяками подразумевается, да, живите как хотите. Главное, вот просто будьте в нашем правовом поле, формально там, чтобы выносились решения в судах, где будет вначале написано именем Российской Федерации. Пусть ваши люди, которые вами управляют, то есть это будут наши наместники, они будут нами назначаться. А в остальном, ваша культура, ваши традиции, ваша религия, мы вообще не против, как хотите, живите. Вот если первые из них говорят так, то следующие, приходящие вслед за ними, обязательно сделают все возможное, чтобы уподобить нас себе, чтобы искоренить вот все то, то, что нас выгодно от них отличает. А выгодно от них нас отличают наши устои, наши нравы, обычаи, традиции, наша религия. Это то, что нас от них отличает именно выгодно. Понимаете, что тот, кто тебе завидует, тот, кто видит, что в его обществе этого нет, а у тебя есть, в его обществе нет того, чтобы ты знал там несколько поколений своих отцов, чтобы ты знал, чтобы, понимаете, вот в стандартном таком российском обществе считается уже давно нормой, когда, например, парень или девушка, она даже не видела своего отца, выросла с отчимом, она даже не знает, кто отец, кто там родственники, к какому роду они принадлежат, то есть абсолютно нет никакого понимания об этом. И тут где-то в этой огромной стране есть какие-то народы такие на небольшой территории, ими завоеванные, ими репрессированные, которые еще имеют наглость это все практиковать. У них там и родословные есть, у них и религии свои они придерживаются, и обычаи, традиции, культура у них там все свое. И это, понимаете, это нас выгодно от них отличает. И поэтому вот этот человек, допустим, он что, о нас беспокоится? Он что, у него, он настолько добрый, хороший человек, что его во всей этой, во всех этих проблемах, существующих в его стране, его заботим именно мы? Понятно ведь из его высказывания, что вся его проблема в том, что он говорит, это почему в нашей стране есть вот территория, где какие-то свои правила, понимаете, его же, это ведь вопрос задетый, его задетого с чувства собственного достоинства, понимаете, он ничего себе, я ведь здесь хозяин, почему там какие-то вот люди там на Северном Кавказе, почему это у них там какие-то свои правила, почему я должен приехать к ним и не ходить в шортах, понимаете, его именно вот это, у него задетое вот это вот чувство гордости, что нет, это, извините меня, я буду там решать, как вы будете ходить, и он реально хочет решать. И хвала Аллаху, что они до сих пор этим озабочены, это говорит о том, что у них ведь не получается, вот эта вот русификация, русифицировать нас у них не получается, хоть они и все возможное сделали там, они нас и высылали, и убивали, геноцидили, и вот сейчас, да, они установили там свою власть, и вроде бы всячески эта власть их вылизывает, всячески демонстрирует свою абсолютную лояльность, но что бы ни было, как бы это все не выглядело, но в то же время вот такие люди понимают, что русификация не произошла в полном объеме. Все равно чеченское общество, каким бы оно там не было, каким бы политических взглядов оно не придерживалось, они видят, что это общество держится за свои устои, своей культуру, традиции, свою религию даже. Они это видят, и это им очень не нравится. И поэтому вот сейчас есть власть одна в Кремле, которых в целом устраивает, их устраивает, что свои правила, что там могут на официальном ресурсе Министерства туризма Республики опубликовать вот такие рекомендации. Они на это закрывают глаза, ну типа ладно, главное, что они не боянят, клянутся верности, в любви. Кадыров в принципе все у него под контролем, если там кто-то что-то даже подумает, они его моментально там уничтожают. В принципе нас это устраивает, говорит сегодняшняя власть. То вот эти, допустим, товарищи, это уже следующие. Если они придут, их это уже устраивать не будет. Они хотят, чтобы мы были прям русифицированы, чтобы никаких обычаев, традиций, ничего такого у нас и в помине не было. Поэтому очень важно стремиться к тому, чтобы никто не мог тебе диктовать, чтобы не было. Понимаете, это ведь какая-то формально мы находимся в их правовом поле. И вот формально, если посмотреть на этого чувака, говорит-то он правильно, чисто с точки зрения российского закона, он говорит, типа, ничего себе, это общее правовое поле, это одна страна, и будьте добры, если я могу в Москве вот так вот ходить, то я хочу и в Чечне так ходить. Если у меня в Москве вот так вот люди могут беспорядочную половую жизнь вести, то пусть они и там могут это делать. То есть он с точки зрения российского законодательства, правового поля, есть логика в том, что он говорит. И вот чтобы не было даже логики в таких высказываниях, для этого как раз таки и нужна свобода, нужна независимость. И поэтому нужно постоянно себе вот об этом напоминать, что вот такие вот люди, желающие нас полностью себе уподобить, они всегда у них будут, они всегда будут это правило жизни, они будут, они не оставят попытки, пока не добьются того, что хотят. А мы постоянно должны будем этому противостоять. Субтитры создавал DimaTorzok